Предыдущий соперник Салливан Баррера деклассировал кубинца и завершил этот год красивым на кубинце. Финкит передний, пожалуй, одно из редких моментов, когда ему нужна пауза. Здорово попадал в восьмой раунд, наверное. Редко он идет вперед, как правило, о защите, если совсем проще. Мы слышим голоса Геннадия Машьянова, парик гунт этого поединка. Хорошо использовал Сергей Ковалев своим, это хорошо, быстро, плотно, но попал, попал, гулял в Челембо. Дмитрий хорошо держит дистанцию, не сваливается, не пришел в себя на 100%. Успокоился, пришел в себя и опять через руку справа, одинок для себя. Рано или поздно их встреча состоится. Снял тактику и зрителям, и судям, и боковой атаке, что ему может быть не так свойственно. Соперникам, что соперник Ц, плюс Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Билова. Ну и Дмитрий, кстати, славится тем, что Сальна притворяет в... Челембо руки длиннее, но не достает. А Билов достается в глаза, что Дмитрий не закрепощенный. Вот это его бокс, двойка, отлично, от Билова еще раз. Это в курсах. То, что нужно Билову. На браку скал бы как-то защищается, Дмитрий пытается ответить реваншированный. Динок чуть более открыто. Здорово слева. Челембо после своей атаки Дмитрий. Аккупация при работе в цель, точно в подбородок. Айзека Челембо в конце часа наносил Дмитрий. Подуспокоились действия силовых ударов. Вот сейчас он не напрасывается на него, а для того, чтобы был некий раб тому, чтобы быть забитым. Он начнет еще сильнее поддавливать соперника. Здорово Джерпиана держит соперника в напряжении. Можно этой же рукой после джеба наносить и покрыт. Опять джеб в бокс. Повторный. И победит. Он справа добавляет по корпусу. Единичные эпизоды. Но, правда, сейчас Билову поймался. Бой очень напоминает Билова против Сальвана Барреа и поединка. Но и Билову показал, что в таких боях он может быть опасен. Да, есть у некоторых парней, доказал это уже на высоком уровне. Теперь попросил Билова включать. Вот та манера, в которой действовал Билову, она была как некая... Да, он заложил платформу. И сейчас мы как раз видим. Билову включает комбинации. А вот, что касается Челембы. Он пытался Челемба соперника. И неудобность. Да. По раундам или 60-50 читаем. Не считаем, он идет. Ох, как хорошо. Крайне невелик. И разового. Но Билову, да, в целом подинамичнее. Но и угроза еще, которая исходит от соперника. Билову очень много финтит. Работает корпусом Дмитрий. Но Билову принял без особых проблем. Вот еще. В защиту либо летят по воздуху. Вединок довольно активно, зрелищно и потряс, и подав. Левый бокал. Что ж, пока в карточках этот бой не выиграть. Он проигрывает, в целом уступает. Но мы становились свидетелем снимок. Вердиктов бывало. Он помнится. Безусловно. Срочно вот такое хорошее было попадание от Билова левого. Через пинт. И снова, как показалось, только перед Айзеком Челембы сейчас. Это Дмитрий Билов, который очередную успешную серию. Причем он потом тут же повторно. Испытывает те же проблемы, что и Нурат Гассио в бою против Александра. Он может подстроиться. Потому что Билов постоянно перемещаясь абсолютно без боксерского интеллекта. Айзека Челембы, Дмитрия Билова. И так, как ожидали, герой Джонса, судя по его довольно вялым установкам, но если ты поскажешь, то это был действительно очень хороший опыт. И многое. Дмитрий абсолютно на тихой волне проводит 11-й тренинг. Ну, Дмитрий, он, да, двигает. Ну, а с другой стороны... А вот через руку, как раз, особенно в начале боя, он... Тоже, да. В Челембе. Вот Геннадий Машьянов. Ну, да. И, кстати, тот самый сбор. Да. По половине боя именно этих левых бокалов. Минута до конца поединка остается. Наслаждение от того, что продемонстрировало предлюбители откровенной драки, меньше удовольствия получили. Чкан. Но, так или иначе, в конечном итоге победа есть победа. 120-108, то есть 12-0 по раундам. 116-112, то есть 8-4 по раундам. Целых 4 раунда. Судья. Но, тем не менее... Дмитрий Бивол. Дмитрий Бивол. Третья защита титула. Единогласное судейское решение.